В Белгороде 16 марта прогремел взрыв на избирательном участке. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал боевые отряды Навального 2.0. Авторы канала заявили, что на еще одном избирательном участке сдетонировало их взрывное устройство, таким образом взяв ответственность за происшествие на себя. Днем ранее, 15 марта, был взрыв на другом избирательном участке в Белгороде. За него также взяли ответственность боевые отряды Навального. В телеграм-канале добавили, что предупреждали об этом. Кроме того, канал также опубликовал видео поджога на избирательном участке, правда, не отметив, в каком городе это произошло. В ряде других городов, недовольные политикой Путина, россияне жгут коктейлями Молотова избирательные участки и льют в урны для голосования зеленку. Боевые отряды Навального заявили, что зеленка, коктейли Молотова и теракты на избирательных участках продолжатся до конца выборов. Зеленка – это символ Навального. Коктейль – протест Навального. Теракт – злость Навального. Сегодня было только начало великого пути. Цель – убийца Навального никогда больше не будет легитимным президентом России. Кроме того, продолжаются обстрелы Белгорода. 16 марта местные телеграм-каналы опубликовали видео и фото моментов прилетов по городу. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался о том, что над Белгородом и районом ПВО якобы сбило 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир». По словам Гладкова, есть двое погибших. Также повреждены многоквартирные дома и автомобили. В то же время россиянам напомнили, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предупреждал про удары в районе Белгорода. Об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов. В своем телеграм-канале он опубликовал соответствующее видео. Если ВСУ выходит на территорию Российской Федерации, то это дестабилизирует нашу внутриполитическую повестку. Это создает серьезную угрозу для самого Белгорода, для жителей. В этом видео Евгений Пригожин говорил также о том, что успехи под Белгородом создадут хорошую обменную карту. Поэтому, по его словам, не случайно диверсионные группы пытались зайти именно в Белгород. Продолжение следует...